Дайджест недвижимости Вторым с хвоста рейтинга идет Новокузнецк – 33 700 рублей. Далее следует Брянск – 37 500. Квадратный метр в Кирове, по данным портала, в мае этого года стоил 38 600 рублей. Среди городов с самым доступным жильем, где цена за квадрат составляет порядка 40 000 или чуть больше, также Ставрополь, Курск, Астрахань, Тольятти, Ульяновск и Уфа. Лидерами рейтинга предсказуемо стали Москва, Петербург и Сочи. Жилье в столице, по данным аналитиков, в среднем продается по 200 000 рублей за квадрат. В Петербурге – 110 000, в Сочи – 97 000 рублей. В лидерах рейтинга также Владивосток и Хабаровск, Севастополь, а из ближайших к нам соседей – Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. В столице Приволжье квартиры в среднем продают по 62 000 рублей за метр. Дайджест недвижимости Мэрия согласовала появление нового торгового центра в Чистых прудах. Объект появится по адресу улица Попова, 66 и будет двухэтажным. Постановление о предоставлении земельного участка размещено на сайте администрации города. Как сообщалось ранее, общая площадь торгово-развлекательного центра составит чуть больше 7 000 квадратных метров. В нем будет предусмотрена подземная стоянка на 57 машин и мест, лифты, эскалаторы, кафе и боулинг. Начать строительство объекта планируется уже в этом году, закончить не позднее, чем через 20 месяцев. Напомню, изначально на указанном земельном участке предполагалось строительство многоуровневой автостоянки. Дайджест недвижимости Продажу здания школы в Чистых прудах перенесли на конец июля. Торги состоятся 25 числа, уточняет портал Айкиров.ру. Общая площадь здания по адресу Советская, 33 составляет 434 квадратных метра. На прилегающем земельном участке есть водопровод и газопровод, а также многолетнее насаждение. Объект выставляли на торги еще в прошлом году. Тогда его стоимость составляла чуть более 12,5 миллионов рублей. На этот раз начальная стоимость имущества снижена до 11 миллионов 200 тысяч рублей, сообщается в аукционной документации. Заявки на участие в аукционе принимают до 18 июля. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости